Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Мотопланер Аллит у нас хорошо себя зарекомендовал как первая самая простая модель, простая в сборке, простая в полетах, в управлении. И уже не одну модель мы собрали, все они отлично летают. Но сегодня у нас будет испытание очередного Аллита, но не совсем обычного. Если мы изначально эту модель рассчитывали на управление по трем каналам, то есть она была без элеронов, то это уже полноценный четырехканальный самолет с управлением по всем трем осям, все как положено. Так что сегодня мы проверим, на что способна эта модель при подключении элеронов, как она будет управляться, какие у нее будут особенности. Ну и вынесем вердикт, есть ли смысл делать элероны для такой сверхлегкой модели. Ну и конечно, если сегодняшний полет будет успешным, если элероны покажут себя с лучшей стороны, то в скором времени нас будет ждать очередной видеоурок по доработке Аллита уже под установку элеронов. Добавляется еще одна сервомашинка, делается привод на элероны, ну и сама навеска рулей, что конечно тоже для начинающих моделистов нужно показать. Перед взлетом уже традиционно проверяем управление, все нормально, все рули отрабатывают адекватно, ну и конечно же элероны. Элероны тоже шевелятся, ход достаточно большой, но так как это мотопланер, скорость у него небольшая, поэтому расходы по рулям я сделал повыше, чтобы эффективность у них даже на малой скорости была достаточно хорошей. Конкретно эта модель у нас еще не летала, даже не было тестовых запусков без мотора, но так как она с элеронами, мы всегда сможем ее откорректировать в полете, поэтому стартуем сразу. Ну что ж, можно сказать, управление элеронами работает. Фримирование чуть-чуть конечно нужно, это нормально. В целом полетел почти без настроек. Чуть-чуть влево элероны и руль направления подвинул и все, можно летать. Для начала полетаем пониже и поближе. Элероны достаточно эффективны, можно довольно бодро летать. Особенность управления с элеронами, конечно же, есть. Теперь вы управляете не курсом модели и крен только побочный эффект, а и непосредственно креном самолета. Руль высоты чуть-чуть еще вниз надо прижать, иначе самолет ездит вверх. Вот крейсерский режим моторного полета, так скажем, полгаза. Больше давать смысла нет. Модель очень летучая, несмотря на то, что на сервомашинке и приводах, подвесе элеронов и прочим набрала больше 20 грамм. И теперь у нее взлетный вес 215 грамм вместо 185 и 187 или что-то в этом роде было у нас у первой версии. Вот и так от этого хуже наш «Алит» не стал. Пожалуйста, отлично рулится. При этом руль направления я сегодня специально не задействую. Им управлять можно. Эффективность у него ничуть хуже не стала. Но сегодня мы проверяем именно элероны. Они работают замечательно. Сейчас чуть-чуть наберу высоты, попробуем, что у нас изменилось в плане пилотажных возможностей этой модели. Конечно, скорость небольшая. Но бочка, хоть и с большой просадкой, недлинная, но все-таки возможна. Чего раньше эта модель не делала. Причем не делала в принципе. Если немножко успеть поддержать рулем высоты в перевернутом полете, бочка даже почти ровной может получиться. Также такие маневры, как и Мельман, стали доступны. Пожалуйста. Ну, скорость, конечно. Скорость надо держать. Иначе эффективности у элеронов никакой. Винт толкающий, хвостовые рули он обдувает, а вот элероны оказываются вне зоны обдува. Но теперь это уже полноценный самолет, и на нем можно выполнять практически все необходимые маневры. Пожалуйста, боевые развороты и мельманы, все это делаем. Так что первое впечатление о наличии элеронов на Алике достаточно положительное. Модель с ними летает ничуть не хуже, чем в штатной комплектации. Маневренность осталась примерно на том же уровне, но добавились дополнительные возможности сделать ту же бочку, контролировать перевернутый полет. И другие подобные маневры, которые должны полноценно выполнять самолеты со всеми необходимыми рулями. Ну, в любом случае, это все тот же спокойный, тихоходный тренер-мотопланер, на котором можно летать буквально в притирку к себе. Отлично себя ведет. Сейчас попробую сделать разворот блинчиком. Удерживаем горизонт элеронами и руем направлении, меняем курс. Какие-то плоские развороты получаются. Еще есть с набором высоты. Ну, а теперь выключим двигатель и посмотрим, как он будет в планировании себя вести. Ну что ж, отлично летит. Сегодня пасмурно, термик вряд ли поймаем, но нам, в общем-то, это не особо и нужно. Управление элеронами работает, в том числе и на планирующем полете, несмотря на очень невысокую скорость. Ну, посадка, сами видите, просто изумительная. Ну что, друзья, какой можно вынести вердикт такой доработки? С одной стороны, конечно, добавляется лишний сервопривод, добавляется немножко веса, немножко посложнее сборка. Ну, нужно сделать приводы на элероны. Но появляются и новые возможности. Так что, для тех, кому базовый АЛЕД уже начинает немножко наскучивать основные маневры этой модели, вы всегда можете доработать ее, установить еще один сервопривод. Прямо на готовой модели тут ничего особо сложного нет. Вырезать элероны и получить полноценный четырехканальный самолет, который может летать уже так, как и положено нормальному самолету. Так что, видео по доработке в ближайшее время появится на нашем канале. Элероны достаточно эффективны, они работают. И такой вариант тоже будет доступен. Но делать элероны или ограничиться только хвостовыми рулями, тут уже решайте сами. Модель летает отлично в обоих вариантах. Но в случае с управлением только хвостом, немножко снижается вес, а значит улучшается качество именно как планера. Эта модель чуть потяжелее, она больше рассчитана на моторный полет. Вот, собственно, и основная его разница будет. Если вас заинтересовал этот простенький, но отлично летающий планерок, вы его можете приобрести в нашем интернет-магазине, как уже готовую модель, так и конструктор для самостоятельной сборки. Готовую модель по отдельной договоренности мы также можем доработать и установить элероны. Ссылки на наш интернет-магазин будут в подсказках в правом углу экрана и в описании под видео. Ну, а на сегодня испытания нашего нового АЛИТа завершаются. Если вам понравился этот полет, я знаю, что многие ждали полета моделей с элеронами. Наконец-то это свершилось. Не забываем ставить лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наши группы в социальных сетях, группу ВКонтакте, она самая активная, на наш форум, который создан специально для вашего общения. Ну и, конечно же, ждем новых видео, новых политушек и очередных моделей на нашем канале. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.